доброго времени суток друзья сегодня затронем одну важную тему из-за которой многие бросают тренировки совсем либо начинают избегать приседаний со штангой а это наряду со становой тягой одно из лучших упражнений поговорим мы с вами конкретно о болях в коленях как ни странно но виноваты в этих болях только вы сами и никто другой причины болей могут быть следующими первое неправильное питание второе недостаточная разминка или полное ее игнорирование как общий так и специальный 3 чрезмерное развитие одной мышечной группы антагониста в ущерб другой 4 неправильная техника 5 чрезмерные нагрузки шестое игнорирование растягивающих упражнений либо неправильное их применение 7 ударные нагрузки на сустав давайте понемногу поподробнее остановимся на каждом из вышеперечисленных пунктов причина номер один неправильное питание сегодня так много написано и рассказано про питание что уже даже не смешно но факт остается фактом люди продолжают игнорировать важность рационального питания не только для здоровья в целом но и для избегания возникновения проблем в суставах в частности все знают но не осознают необходимости и первостепенного значения грамотного питания в наборе качественной мышечной массы и потери жировых запасов никто даже не задумывается что питание необходимо не только нашим мышцам органам но и суставам нам нужны не только белки жиры и углеводы но макро и микроэлементы если мы не будем получать достаточно жиров воды то не будет и достаточно межсуставной жидкости что быстро приведет к изнашиванию самого сустава следите за своим питанием чтобы избежать серьезных проблем в будущем здесь мы не будем рассматривать как и чем питаться правильно чтобы избежать проблем с суставами или как питаться при уже появившихся проблемах эта тема отдельной статьи или видео урока мы только обозначим причины возникновения проблем и вторая причина недостаточная разминка или полное ее игнорирование как общий так и специальный если вы не выполняете разминку либо делаете ее недостаточно качественно то это с гарантией приведет вас к травме дальше все будет зависеть уже только от вашего везения насколько она будет серьезной общая разминка поднимает температуру тела в целом и готовит все системы и органы к тяжелой работе специальная разминка служит непосредственно подготовкой целевых мышц и суставов а также связок к работе с весом помимо всего прочего разминка настраивает центральную нервную систему без запуска которой любая тренировка не имеет смысла о том как проводить общую и специальную разминку вы можете посмотреть в предыдущих видео уроках а мы переходим к причине номер три это чрезмерное развитие одной мышечной группы антагониста в ущерб другой следующая информация встречается вообще крайне редко но очень часто именно эта причина является основной возникающих проблемах с суставом если говорить конкретно о коленях то мышцы передней поверхности бедра квадрицепс более любимы нами и более часто и качественно тренируемы чем мышцы антагонист квадрицепса бицепс бедра особенно ярко выражено это у девушек изначально бицепс бедра у девушек в четыре раза слабее и в два раза меньше квадрицепса такой дисбаланс и в размере и в первую очередь в силе приводит к смещению нагрузки в сторону одной мышцы что вызывает перенапряжение и изнашивание сустава задумайтесь об этом в следующий раз когда надумаете тренировать ваши ноги особенно девушки бицепс бедра развитый в такой же степени как и квадрицепс является залогом красоты ваших ножек не только здоровье причина номер четыре неправильная техника данная причина настолько заезжена но все же мы поговорим о ней но не о нюансах техники как таковой а у глубине приседа во время приседаний со штангой если спросить людей в зале насколько глубоко безопаснее приседать для коленей то большинство ответит что до полу приседа когда бедра параллельны полу действительно долгое время считалось что полуприсед безопаснее полного приседа но как часто бывает во всех сферах жизнедеятельности это большая ошибка и приседать до параллели гораздо опаснее и тем опаснее чем больше вес на штанге в момент приседания когда вы пытаетесь сесть не в полный присед вы фактически тормозите движение не только мышцами но и самим суставом что приводит к большим нагрузкам и перенагрузкам когда безопаснее для сустава садиться в присед настолько глубоко насколько вам комфортно и насколько позволяет ваша растяжка при полном приседе ваш сустав не испытывает такой сильнейшей перегрузки как при полуприседе и естественно дольше прослужит вам без боли и травм чтобы вы смогли более наглядно представить тот вред который вы причиняете своим коленным суставом во время торможения останавливаясь полуприседе когда бедра параллельны полу торможение в суставе вызывает такое же изнашивание как и когда вы на скорости в автомобиле пытаетесь затормозить колодки испытывают невероятную нагрузку и стираются точно так же происходит и с вашими суставами когда вы пытаетесь остановить движение в середине амплитуды или когда бедра параллельны полу куда безопаснее приседать глубоко не вызывая перенапряжение в рабочем суставе что продлит его службу и сохранить ему здоровое функционирование и убережет от травмы и от боли к этому же пункту хочу отнести ошибку которую совершают многие глупцы в зале когда обматывают свои колени или локти так что кровь перестает циркулировать что ухудшает смазку сустава и понятно к чему приведет в вашем зале тоже наверняка есть такие чудики которые ходят в обмотке вообще всю тренировку чаще всего на кистях и можно было бы посмеяться над этими панторезами если бы не было бы так грустно еще одна ошибка в технике вызывающие боли и проблемы в суставах это распрямление коленей в замок в верхней точке приседа становой тяги или жими ногами такая манера выполнения движения нужна пауэрлифтеру для того чтобы ему засчитали подход и только на соревнованиях нам же культуристам это не только опасно но и крайне крайне вредно представьте какую колоссальную нагрузку вы переносите с работающей мышцы на сустав и задумайтесь насколько это глупо во первых вы снимаете нагрузку с работающей мышцы тем самым облегчая ее работу и отодвигая свой прогресс в росте массы а во-вторых гробите свой сустав причина номер пять чрезмерные нагрузки эту причину можно отнести к плохой разминки но все же немного она отличается также она пересекается с причиной под номером 4 смысл в следующем когда вы берете чрезмерный вес с которым не способны выполнить заданное количество повторений вы начинаете не доседать а тот кто прослушал внимательно вышеописанную причину уже понял что к чему плавно переходим к причине номер шесть игнорирование растягивающих упражнений либо неправильное их применение эта причина многогранна если не делать растяжку то мышцы уплотняются и укорачиваются что приведет не только к болям в суставе но даже к отрыву мышцы от кости растягиваться нужно после тренировки и в свободные от тренировки дни нельзя растягиваться интенсивно до и во время тренировки те упражнения которые во время растягивания выворачивают суставы оставьте йогом или еще кому но люди тренирующиеся с железом должны избегать таких движений чтобы не было серьезных последствий о растяжке вы также можете прочитать в группе вконтакте либо посмотреть видео причина номер семь ударные нагрузки на сустав это относится к любителям бега прыжков особенно по твердой поверхности типа асфальта в америке бегает огромное количество людей и угадайте с первого раза какая операция у них в стране самая распространенная неправильная езда на велосипеде также может быть причиной возникновения проблем и запомните если вы хотите побегать или поиграть в какую-нибудь подвижную игру типа волейбола обязательно разминайте коленки не думайте что разомнетесь по ходу бега или самой игры это может стать фатальной ошибкой и привести к травме эти простые советы и указания на возможные ошибки помогут вам избежать многих проблем со здоровьем и продлят спортивное долголетие а без здоровья ребята поверьте не нужны ни мышцы не сила даже если вы будете допускать всего одну из вышеперечисленных причин вас будут беспокоить боли в суставах следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока